Отучился на тракториста-машиниста, но вместо этой техники выбрал пожарную. В 1994 году Виктор Койнов переехал из Барнаула в Завьяловский район и устроился в Каменский лесоперерабатывающий комбинат, что входит в холдинг «Алтай леса». И там нашел для себя новый жизненный путь. Сюда, когда перебрались, сразу пошел в лесхоз. Ну и старики посоветовали, а что, иди в лесхоз, все-таки и сено, и дрова, как-то это. О колхозе даже не думал. Ну, пришел, сначала заготовка сена была, лето отработал, ну а потом официально устроили. Зимой топором сучки рубали, захватил это дело. Вот зиму отработал, а в 1996 уже предложили на пожарку сесть. Вон там, вон, 157-й стоит. Ваша, да? Да, я с него и начинал. 26 лет Виктор охраняет от возгораний местный лес Завьяловского района. О своей работе на грани жизни и смерти мужчина говорит спокойно. Уверен, главное сделать ее хорошо и спасти людей или их имущество. Ну, бывает тяжело, конечно, что вот эти, как крупные пожары-то. Конечно, приходится попотеть и покрутиться. Попотеть уж точно пришлось этим летом. Жарким оно выдалось во всех смыслах. В июне случился сильнейший пожар в Угловском и соседнем Локтевском районе, зацепив еще и Михайловский. Общая площадь возгорания больше 6 тысяч гектаров. Тушить помогали со всей округи. Вызвали и бригаду Виктора Койнова. Вспоминает, в один момент он с командой попал под верховой пожар. Это когда горят кроны, листья и ветви. Распространяться такой огонь может со скоростью до 70 километров в час. Нормально вышли. Ну, что ощущали, когда были под верховой? Ну, как, надо же выезжать и технику спасать. Да и, как говорится, домой же надо вернуться. Железному спокойствию пожарного просто поражаешься. Вот и там мне 4 дня пришлось воевать. Еще и Михайловку захватить. Ну, ничего. Деревню отстояли. Поведа была за вами, да? Да. Село отстояли. Не дали этому. Как говорится, к кладбищу зайти тоже. Там буквально кладбище в 100 метрах от лесного массива. Вот до градки зашло там немного. Ну, ребята отбили. При всей жестокости работы Виктор сохраняет самые теплые чувства по отношению к коллегам и к машине. Своё пожарное авто он ласково, по-свойски называет Зилок. Кормилица. Так что, куда я без нее. Вот когда вылезешь с сложного участка, как говорится, вот молодец, Зилок вывез, что давай вывози. Надо, надо. Да, бывало-то всякое. И трубка бывала, и топливная лопалась. Оттушили, протушили, на закачку встали. Когда, да что ты, бензином пахнет, капот открыла там. Всё-всё подкапотное пространство в бензине. Е-мое, ну а что делать? Изолентой подмотнулся и домой. Машина будто понимает и не подводит. А после Виктор заботливо её чинит и выезжает на новое задание. За свой 26-летний стаж Виктор помог потушить тысячи пожаров. Признаётся, за всё это время привык, что работа вызывает разные эмоции. Пожара нет? Хорошо. А если приходится тушить, питает адреналин. Можете сказать, что вот с 96-го года и по сегодняшний день вы довольны тем, что вы делаете? Вы гордитесь этим? Да. Если честно сказать, да. Если пожара нету, так дыму не хватает. Как будто как в рубрике кислорода. За все свои подвиги и каждодневный труд по сохранению лесов в этом году пожарного наградили краевой медалью за честь и мужество. К такому вниманию наш герой не привык. Ну это, конечно, необычно. Спасибо, конечно. Сейчас Виктору 50 лет и покидать лес он не собирается. Каждый день скромный пожарный объезжает гектары лесных угодий, замечает изменения и предотвращает возгорание. Он считает свою работу обычной, а люди, которых он спас, искренне восхищается смелым и скромным пожарным. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком. День с толком. Продолжение следует...